Здравствуйте, уважаемые любители шахмат. Мы находимся на шахматной планете, потому что сегодня состоится седьмой турнир шахматных видеоблогеров и я намерен принять в нем участие. Как видим, состав собрался довольно-таки внушительный и я нахожусь по рейтинговому списку далеко не на первом месте. Но тем не менее, постараемся показать хороший результат и еще больше хотелось бы показать хорошую игру. Итак, стартует первый тур и моим противником становится Гриценко Дмитрий, кандидат в мастера спорта и, как мне известно, шахматный видеоблогер, который имеет уже более 6 тысяч подписчиков. Обратный отчет, я планирую сделать первый ход D2-D4 и посмотрим, что сыграет Дмитрий. Обычно он играет староиндийскую защиту, насколько я знаю, и в принципе я готов против этой защиты разыграть классическую схему. Так, конь С3, дальше играем Е4. Дмитрий решил удивить и разыграл защиту Грюнфельда, но мы просто ходим слон Ж5. И теперь основной вариант это прыгнуть конем на Е4. И в дальнейшем там получается своеобразная игра с Карлсбадской пешечной структурой. Ну, похожая структура на Карлсбадскую. Сейчас черный играет Е6, отыгрывает пешку. И в дальнейшем белые планируют организовать атаку пешечного меньшинства на ферзевом фланге. А черные, в свою очередь, хотят организовать наступление на королевском фланге. Например, ходами Ф5, Ф4 и так далее. Ну, конечно, после соответствующей подготовки. Слон Е6 делает черный ход. Мне можно Б4 сыграть. Но, наверное, пока рановато стоит закончить развитие фигур. Я думаю, либо Ф2 сыграть, либо все-таки ладья С1 покажу. Поставлю ладью на полуоткрытую линию. И можно перевести коня на поле С5. Сыграет коня 4, затем конь С5. Или пока вывести ферзя на С2. Чтобы уже соединить ладьи между собой. И таким образом закончить дебют. Черные уже могут, в принципе, играть и Ф5, и Ф4. Там, правда, стоит рассматривать после хода Ф4, Е4. Но они сыграли ладья С8. И у меня теперь есть выбор. Либо коня 4, С5, либо Б4. Наверное, пока не будем спешить с ходом Б4. И переведем коня все-таки на поле С5. Долго черные размышляют над ответным ходом. Решают, что им лучше сыграть. Либо Ф5, либо С4. Или ферзя бы хотят поставить на Е7. Трудно сказать. Все-таки черные играют ферзь Е7. И теперь можно сыграть конь С5. После размена на поле С5, потенциал, атакующий потенциал черных фигур на королевском фланге резко снижается. И белые могут спокойно проводить план атаки пешечного меньшинства ходами Б4, А4, Б5. Цель этого плана образовать на поле С6 отсталую пешку. И попытаться эту пешку выиграть. Естественно, черные должны стремиться к тому, чтобы организовать контр-игру на короля белых. И в этой контр-игре очень важно сохранить ферзей. Так что Дмитрий, естественно, отступает ферзем на поле Д7. И мне можно уже играть Б4. Так, а если там слон Ж4 походит, ничего страшного. Можно конь Д2 отступить. Стандартный ход А6. Все-таки черные пытаются как-то тормозить наступление белых на ферзевом фланге. А вот это уже неприятный выпад. Вот ни в коем случае нельзя портить прическу возле короля, потому что может пойти атака. Я думаю, либо конь Д2 играть, либо конь Е5. Можно сыграть конь Е5. Если черные возьмут коня, то после размена уже атака черных не будет выглядеть такой грозной на королевском фланге. Пока черным нужно ферзя уводить. Он находится под боем. Ферзь куда-то отступит, и я уже готов проводить ход Б5. Если слон Е5, я забираю пешкой. Потом черные могут, в принципе, напасть на пешку. И там будет либо ферзь Д4 сыграя, либо Ф4. Вот сейчас нужно решить, либо Ф4 пойти, либо ферзь Д4. Сыграем все-таки Ф4. Подкрепим пешку пешкой. Черные хотят разменять слонов для того, чтобы выскочить ферзем на поле Ф5 и провести ход Ф6. Но мне, видимо, стоит стремиться к размену ферзей. Потому что, если черным все-таки удастся провести ходы Ф6, на Е3 у белых будет неизолированная, точнее, отсталая пешка. И белый столкнулся с определенными трудностями. То есть им придется попросту переключиться на оборону. Насколько я помню по партиям Дмитрия на Ютубе, он не очень любит менять ферзей. Этим обстоятельством в некоторых случаях можно воспользоваться. Можно сейчас сыграть ферзь Д1, то есть приставать к ферзю. В принципе, я не возражаю в этой партии против ничьей. Поскольку позиция не такая уж приятная для белых. У них ослаблены поля. Да, белые захватили пространство, но цена за это пространство оказалась, видимо, велика. Так, проводим все-таки ход Е4. Если будет удар на поле Е4 и Ф6, то можно будет подкрепить пешку ходом ладья Е1. И затем стараться прорвать позицию черных ходом Ф5. И уже самому попытаться организовать атаку на короля черных. Но черные в это время захватывают открытую линию. И у меня здесь выбор, либо сыграть ладья Е1, либо сыграть Ф5 сразу. Тут еще черные подграживают ходом Ф4. И после размена ферзей у меня две слабые пешки на Б4 и Ф4. И одна из них падает. Так что выбор непростой в этой позиции у меня. Ф5 не дает ничего. Там сразу ферзь Д4, нападение на ферзя. И шаг к королю. И после размена пешка Б4 ослаблена. Наверное, нужно так сыграть просто. Если ферзь возьмет ладью, то есть получится соотношение две ладьи за ферзя. То играть еще очень даже можно белыми. Ослабил я поля в собственном лагере. Захватил пространство. Но теперь черные начинают к этим полям приставать. Вот хотят сыграть ферзь С2. Затем как-то ладью внедрить. А мне непонятно, что делать. Если я сыграю ладья Д8, то после размена черные захватят линию. Ну вот уже грозит захват линии после хода ладья Д1. Ладья под боем. И теперь что играть? Меняться и можно напасть на пешку на поле Б7. Да, неприятно. Теперь нужно играть ладья Ф2. И там где-то можно мне потерять пешку на А4. Правда, я на Б7 заберу в этом случае, если черные сыграть ферзь Д1. Да, если черные постараются забрать пешку на А4, то я заберу на Б7. Так, ну единственный ход ладья Ф1. Если теперь ферзь Е2, то можно ферзь Э2 играть. Но он забирает пешку на А4. Мы берем на Б7. Так, а теперь как же защитить пункт Ж2? Так, шаг и начать давать. Сделать шаг и поставить ферзь на А3 что ли? Другого пути я просто не вижу в этой позиции. Что он теперь будет делать? Может ферзя на Е4 перевести напасть на пешку Б4? Или Ф5? Так, следуют какие-то массовые размены. Пешка на С6 сейчас падает. В принципе, позиция похожа на ничейную. Король черных раскрыт. И у белых будут все время находиться какие-то шаги. Ладья Е2. Ну, можно просто пешку взять. Получается, эншпиль 2 на 2. Не знаю, как тут черного играть. Будем просто играть. Просто и надежно давать шаги черному королю. Ну, Ладья Е1, естественно, играть никто не будет. Поскольку там будет мат. Просто даем шаги. На Ф7 даем шаг. Если король на А6. На Ф8 даем шаг. Так, а если сейчас А4 сыграть? И на король Ж4 будут ферзи Ф3. И после короля А4 я просто выиграю Ладью. Видимо, что-то Дмитрий тут недосчитал. Да, просто Ладью выигрываем. Здесь уже, так сказать, все просто. Ну, что ж, повезло мне в этой партии. Обновим таблицу. Посмотрим, как у нас соотношение мест на данный момент. На первом месте Александр Давидчик. Английский еж второе место занимает. Буришин, Бабай. Третье место. Шахмат канал. Четвертое. Я пока на пятом месте. Ждем следующий тур. А я пока поставлю видео на паузу, чтобы не затягивать его общую длительность. Итак, второй тур и моим противником становится Бабай Буришин. Кандидат в мастера спорта. Рейтинг 2617. Поприветствуем противника. И я готов делать первый ход. С6. На любое продолжение со стороны белых. Две секунды до старта. И ждем первый ход белых. Е4, С6. Ну что ж, защита каракан. Е5, слон Ф5. Выводим слона за пешечную структуру. Здесь нужно так играть. И теперь в случае хода А4 будет А5. А он не хочет А4. Теперь если А5 сыграть, конь на Ф4 прыгнет. И там начинаются неприятности. Нельзя, нельзя. И здесь, если А5, опять этот конь Ф4. Какая-то неприятная системка. Такая у белых. Наверное, нужно на А6 походить. И на конь Ф4 отступить слоном на поле А7. Так, убедимся, что все-таки А5 нет хода. Отступим слоном назад. И дальше будем готовить С5. Ну, размен белопольных слонов не на руку. Здесь можно где-то и ферзей подменять в будущем. Препятствуем пока чернопольному слону белых выйти. И дальше играем ферзь А6. Как в закрытой системе с разменом белопольных слонов. Если белые разменяют ферзей, то можно будет сказать, что черные решили дебютные проблемы. Если же белые отступят ферзем, тогда белые поля были бы слабыми. Но белые не отступили. Да можно взять потом конь Д7, Т5 или Б6. Так, захватывают белые пространства на королевском фланге. А мы сыграем просто Ц5. Немного подостали черные в развитии. Неплохо бы поставить своего коня на поле Ц6. Но на ход конь Е7 будет взятие на поле Ц5. Наверное, нужно просто укрепить пешку и переводить коня на поле Ц6. А белые уже накатывают. Накатывают на королевском фланге. Готовят ходы Ф5. И это, по правде сказать, не очень приятно. Но что сделаешь? Все-таки получили преимущество. Белые по дебюту. У них атака на королевском фланге. Они могут захватить в дальнейшем линию Ф. И у черных будут большие-большие трудности. Так, что сейчас грозит? Три удара на поле Ц5. Три защиты. Значит, взятие не грозит. Нужно, значит, закончить развитие. Поставить слона на поле Е7. Так, а это... Ф6 нет хода. Если возьмет на поле Е6, я возьму пешкой. В короткую сторону очень опасно рокировать. Видимо, нужно или в длинную пойти, или... Или даже не знаю, чтобы ходить. Пойдем в длинную сторону. Так, а это уже неприятно. Белые фигуры навалились на пункт Е6. Единственный способ защищать его, это... Играть конь Ф8. Только-только я соединил ладьи. И вот приходится их разъединять. Таким вот вы черным ходом. Кунь Ф8. Но белые должны как-то доказывать свое преимущество. Все-таки позиция носит закрытый характер. И белым не так-то просто проломить здесь. Мы можем закрыть ферзевый фланг. Как говорится, одна слабость в позиции должна защищаться. Вот если у черных будет несколько слабостей, тогда уже... Тогда уже будет совсем другой разговор. Если сейчас А5, белый походит, я сыграю Б5. Если Б5, конь А5. То есть, мне кажется, все-таки удался заморозить ферзевый фланг. А с королевским как-то мы разберемся уж. Слон С1. Что задумал Бубай Буришин? Слона хочет натрий что-ли поставить? Разменять? Ну да, черные поля все-таки у меня ослаблены. И в таких случаях полезно менять чернопольных слонов. Тем более, что чернопольный слон белых плох, поскольку упирается в собственные пешки. Ну да ладно, я готов расстаться со своим слоном. Влезть на черные поля белым не так уже просто. Кони далеко от них находятся. Если сейчас Б5, я сыграю А5. Закрою ферзевый фланг после размена на Е7. Будем как-то переводить коня с поля Ф8 на Д7. И там всего-навсего одна слабость на поле Е6. Поэтому, мне кажется, удастся как-то защититься в итоге. Так, а это что такое? Б5, А5. Ну ничего, просто сыграем ладья Ж8. На случай вскрытия линий. Так, и теперь просто на слоне Е7 ладьей Е7. А если теперь белые Ф6 походят? Можно либо отступить ладьей, либо взять пешку на Ф6. Наверное, даже лучше ладьей отступить. Король ринулся в бой у белых. И теперь неплохо бы раскрыть позицию. Так, Ф6 тут нету сразу. Ф6 нету. Что хотят белые? Скрыть линию уже хотят. У меня Ф6 по-прежнему нету хода. А вот если защитить пешку на поле Е6, например, конь, тогда Ф6 будет. Так и поступим. Сыграем конь Ф8 или ладьев. Все-таки ладьев отступим. Чтоб там под Ф6 не попасть. И теперь можно поставить коня на поле Ф8 и проводить ход Ф6. Игра вскроется и начнет как-то веселей становиться. Но это не страшно. Конь на Ж6 что он там будет делать? Сейчас я возьму на Ф5, потом на Е5, потом еще ладьей на Е5 заберу. Да, что-то здесь белые упустили. В этой позиции было подавляющее преимущество. Но, видимо, расслабились как-то белые. Белые в общем, а Бубай Буришин в частности. Правда, сейчас на Е5 брать плохо. Там конь возьмет. А если взять сначала на Ф5? Так, а что теперь взять? Ничего не берется. Напасть конем на пешку Ф5. Точно. Теперь, если конь А4, то я беру на Е5, потом на Ф5. И там, если белый забирает на Е5, то я даю шаг ладьей и забираю коня на поле Ф5. А как защищать пешку на Ф5? Никак. Так, хорошо так получилось. Приходится бить белым, другого нет. Вот, и теперь ладья Ф5. И там на А5 пешка должна обвалиться. Или не должна. Король должен коня защитить. Если конь отступит, тогда можно на А5 ударить. А он так нагло бьет. Так, а если ладья А5? Там конь Е7 может быть. Конь Е7 может быть. Влечить можно сначала дать шаг, для того, чтобы пешка на Ж7 была защищена, и потом взять на А5. Король Е4, берем на А5. Теперь на конь Е7 можно либо ладья Е8, либо по Ф8. Да, ну выграно здесь уже у черных. Главная задача теперь ничего не зевнуть по дороге. И король как-то в центре подзастрял, как бы он там матный схлопотал. Да, задумался Буришин, Бабай. Действительно, есть над чем подумать. Как сказал бы Сергей Макарычев, белым дорог, хороший совет. Да, обидно, конечно, наверное, белым такое преимущество подавляющее. Я защищался как мог, и, как говорится, мне повезло очень сильно. Там этот удар на Ф5 белые прозевали. Так, ну теперь конь С5, если... А что если теперь на короне Л4, конь Б3? Ну, совсем расклеилась игра у белых. Так, если король потом в сторону уходит, а коня просто... Так, ну все, теперь вилка, потом конь на Д5 падает. Ну, я не знаю, трехсекундное добавление, стоит ли белым играть эту позицию. Да, сдаются белые. Итак, взглянем на турнирную таблицу. После этого тура на первом месте Давидчик Александр, рейтинг 2411. И я на втором месте, на третьем Бабай Боришин. Что ж, ждем третьего тура, я оставлю видео на паузу. Итак, третий тур, и моим противником становится Давидчик Александр, который на данный момент занимает первое место в турнирной таблице. И посмотрим, какой первый ход сделают белые. Я по традиции отвечаю сразу С6 и Д5, вне зависимости от того, что походят белые. Таким образом, мы экономим время. На доске разыграна атака Панова. Здесь следует сначала выводить слона, рокировать, и только затем ставить коня на поле С6, поскольку в противном случае белые могут сыграть С5, и там начнутся неприятности на ферзевом фланге. Так, здесь нужно брать конем, и дальше мы рокируем, играем конь С6, Б6, фенкетируем слона, и организовываем игру против изолированной ферзевой пешки. Кстати, на моем канале появилась рубрика «Изолятор». Такое название она носит. Там уже три партии. Партии чемпионов мира, призеров Первого СССР. Если кому-то интересно, заходите, смотрите. А мы пока ходим конь Ф6, затем можно сыграть конь Б4, А6, Б5. Так, можно сразу конь Б4 напасть на слона. Белые потеряли время на ход слон С2. Все-таки нужно было слон Ж5 играть. И теперь А6. Цель этого хода вынудить белых походить А3, и затем на поле Б4 будет зацепка. То есть, я играю Б5, Б4, и после размена на поле Б4 у белых получается отсталая пешка. Но они А3 не хотят ходить. Сыграна слон Ж5. Теперь мы фианкетируем слона. И у черных все хорошо. Так, а вот эту возможность я не рассмотрел. Белые хотят забрать, наглую забрать пешку на поле Б5. Как же мне ее защищать? Фианкетируем Б6. Нельзя. Там АБ, АБ и ладья полетела. Приходится слона на Д7 ставить. Что делать? Такие вот дела. Так, а если теперь КЕ5? Ну, КЕ5 без угрозы. Если КД7 я беру ферзем, и пешка на Б5 будет защищена. Но все равно позиция какая-то неприятная. Непонятно, что теперь дальше ходить вообще. То ли коня на Д5 ставить, то ли даже не знаю. Бить на А4 совсем плохо. Там у меня слабая пешка на А6 конкретно будет слабой. Что же делать, а? Конь С6. Конь Д5 все-таки. Конь Д5. И хочу уже Б4. Б4 походить и забыть навсегда. О проблеме на поле Б5. Так, ну это хорошо. Как говорится в умных книгах, чем меньше фигур, тем слабее изолятор. Сейчас Конь С3 сыграю, либо Б4 даже. Даже не знаю, что лучше Конь С3, либо Б4. А белый пока берут на Б5. Вот и ладьи сейчас разменяются. Ну, мне кажется, у черных уже некоторое преимущество имеется в позиции. Пешка на Д4 слаба. У меня, правда, тоже есть слабая пешка на поле Б5. Но я сейчас двину ее на поле Б4, и там она будет 150 раз защищена. Вообще, если считать количество пешечных островков, то у белых их 2, у меня 1. Так что, 2 это больше, чем 1. Значит, у меня лучше. Такая вот железная логика. Так, белые могут Ферзь Д3 сыграть. Ферзь Д3 угрожаю взять М на Д5, потом на Ф6 и поставить мат. Ну, они так не играют. Вот на слоне Ф6, конь Е4 неприятное. Там конь начинает прыгать. Запрыгнуть может на Ц5. Не хочу, чтобы конь прыгал. С другой стороны, хотелось бы разменять коней. Правда, на конь Ц3 будет БЦ. На БЦ. На Ж6 защитимся от возможных матовых угроз. Но на Б5 что дает? Я сейчас играю ладья Б8, затем забираю пешку на Б2. Зря все-таки, наверное, белые брали эту пешку на Б5. Теперь моя ладья втаскивается на вторую горизонталь. И у белых остается изолированная пешка. У меня слабых пешек не остается. Теперь можно разменять коней. Не знаю, зачем белые меняются в такой позиции. Неужели надеются сыграть до 5 и сбросить изолятор и прикатить к ничейной гавани? Но мы не дадим просто так избавиться от изолятора. Не дадим. Нужно убрать слона с поля Е7, чтобы он там не подвисал. Например, слон Ф6 походить. И в наглую забрать пешку на Д4. Аж 3. Форточка. Ну, возьмем пешку. Так, какой-то непонятный ник аплодирует мне стоя. Ну, спасибо вам. Так, пешка лишняя. Ну, я не знаю, достаточно этого для победы или нет. Что-то меня терзает смутное сомнение. Можно, наверное, как-то на пункт Ф2, что ли, навалиться. Ферзь А4. Может, было им страшно. И они назевают вдруг резко всего. И много. Ферзь Б4 пока походим. Так, кладя под боем, она должна куда-то уходить. Куда идет кладя? Большой секрет. Так, кладя идет на поле С1. Теперь у меня есть кладя Ф4. Постараемся все-таки навалиться на пункт Ф2. Единственная зацепка в позиции белых. Да, можно ферзей попробовать разменять. Да, скорее всего, этого не хватит ни для победы. Ну, ничего, поиграем еще. Более времени у меня много. У противника времени мало. Так что можно еще побороться за победу в этой партии. Поставить ладью на вторую горизонталь. Там как-то санун. Белые ослабили черные поля. Это уже хорошо. Сейчас мы по этим черным полям будем стараться поставить белому королю мат. Шажок дадим. Можно еще один. Или так сыграть. Так, дадим еще шаг. Теперь нужно играть только G3. Ну, раскрылась позиция короля на толку. От этого что-то не особо много. Пункт G3 ослаблен. Но как до него добраться? Один слон на него нападает. Сейчас если белый пойдет G4. Количество пешек на доске уменьшается. А с ними вероятность достижения победы в этой партии. Так, слон на G4. Или что мне тут походить? Ладьей. Ладьей на G1 походим. Слон на G5. Там главное самому не пропустить въезд ладьи на 7 ряд. Потому что у меня пешка F7 тоже не ахти. Если будет ладьей C7, то я начну шахать к короля. Поэтому белые не хотят рисковать. Не хотят рисковать и правильно делать. Потому что как усилить позицию я не вижу. Пойдем королем вперед. Посмотрим, что там. Может что-то интересное найдем. Так, на король E5. Ладья шагнет. Ладья шагнет на король E5. Слон E3. Или не ходить? Ну, походим. Ладья G1. Король H2. И ничего. Ничего у черных все равно нет. Даже если так ходить. Ничего не дает этот шаг. Слон F... Блин, а D4. Слон D4. Так вот. Напали на слона. Куда же его убрать? На E5. Так, как же мне пробить позицию белых? В общем, надо, наверное, на еще не соглашаться. Только где тут кнопка ничьей? Будем повторять позицию. Да. Пора сушить весла. Итак. Я сыграл с лидера в ничью. Обновим турнирную таблицу. И посмотрим, что в ней изменилось. По-прежнему Александр Давидчик первый. Я на втором месте. Далее Шахматканал. Четвертое место. Шахиматорг. Ну и так далее. Я пока ставлю видео на паузу. И встретимся в следующем туре. Итак, очередной тур. И моим противником становится английский еж. Кандидат в мастера спорта. Рейтинг 2722. И планирую сделать первый ход D4. Так, ну судя по всему, английский еж стремится разыгрывать ежевые позиции. Из английского начала. Мы пока походим к коню в 3. И посмотрим, что он ответит. Да, так и есть c5. То есть противник хочет перейти в английское начало после c4. Но мы играем c3. И придаем игре славянский характер. Теперь выводим просто слона на поле f4. Играем е3. И получаем такую крепкую позицию. Без особых претензий на получение преимущества. Сейчас нужно укрепить пункт d4. Можно было отступить ферзем на c2. Ну, что сделано, то сделано. Теперь нужно поскорей сыграть слон е2 и рокировать после хода конь d2. А мой противник хочет провести пешку на поле b4. И таким образом избавиться от пешки b4. И ввести в бой фигуру или коня на b4 или слона на b4. Так, ну, бить, наверное, не стоит в этой позиции. Просто рокируемся, спокойно соединяем ладьи. И пытаемся как-то защищаться. Не очень убедительно разыграл я дебют. Черные получили даже некоторое преимущество. Но играть можно. Теперь можно попытаться коня нагнать ходом a3. Конь d3 я не боюсь. Я просто заберу коня. Дальше поставлю ладью на поле c1. Так, можно пока нагнать слона белопольного. Если он пойдет на g6, я разменяю коня на слона. И у меня будет преимущество двух слонов в итоге. Теперь, думаю, либо поставить ладью на c1, либо на b1. Сыграю ладью на c1. Все-таки предупреждаю там всякие тычки типа c3. Противник пока заканчивает развитие. Стремится вывести куда-нибудь чернопольного слона. Или при случае сыграть b5, b4. Поставим коня все-таки на поле c3. Он будет атаковать ослабленное поле b5. Потому что на d2 конь слишком пассивно расположен. Теперь можно разменять плохого чернопольного слона. И пока дать шаг с поля b5. А там посмотрим, что черные на это ответят. Так, теперь играем ладья b1. И при случае я хочу уже играть b3. Но черные не дают это сделать. Нападают на коня. Необходимо отступать. И теперь уже ход b3 провести не так просто. Сейчас черные могут поставить и вторую ладью на линию a. Но они так не делают. Видимо, черные хотят перевести коня через поле d6. Откуда он будет смотреть как на ферзевый фланг, так и на королевский. Но мы пока защитим поле e4. И там посмотрим, что будет. f5. Подойдем к королю пешке e3. Так, вот это неприятный ход. Выбивает опору из-под пешки d4. И она может в итоге оказаться слабой. А, ну да. Зевая ход коня f5, вилку. И пешка d4 уже незащитима. Придел собрать все-таки пешку. Больше ничего другого нет. Отступаем королем теперь на f2. Ну и попытаемся как-то комбинационные мотивы использовать. Расположение коня и короля на одной линии. Там может быть какие-то удары могут появиться. Но черно и холодно отступает королем. И никаких ударов не видно. Вообще не ясно, куда здесь ходить мне. Ни у слона нету полей, ни у коня особых полей нету. Видимо, стоит как-то разменять этого коня. Потому что совсем нет ходов. Коня 2 бессмысленно. Там поле b4 прикрыто. Но сейчас после размены как-то можно пешку на f4 поставить, чтобы затормозить движение пешечной массы черных. И если там будет где-то d4, можно слона перевести на поле f3. И он будет давить по диагонали. Так, g3 нельзя, поскольку будет g5. Поэтому нужно королем идти вперед. Защищать пешку. Нападем пока на пункт e6. Дальше можно ладью еще поддавить на это поле. Черным, скорее всего, нужно защищать поле ладьей. И теперь нужно, наверное, поставить ладью на поле d1, чтобы давить на пешку d4. Слона, скорее всего, мне нужно уже переводить на поле f3 и нападать на коня c6, который защищает пешку d4. Но b4 я не знаю, зачем. Мне вообще ход d3 виделся самым сильным здесь. Теперь как-то пешки разбиваются. Сбиваются и уже пешка c4 становится слабой. И, в принципе, где-то ее можно будет забрать. Так, наверное, нужно все-таки напасть на коня, который защищает пешки. И если d3, если взять коня, король возьмет и сыграть, к примеру, ладья c4. С тем, чтобы потом на ладья b4 ударить на поле d3. То есть есть такая маленькая комбинация. Или b3 здесь ход даже есть. Ну, сыграем ладья e4. И теперь на ладья b4 у меня есть удар ладья d3. Да, черный защищает пешку на c4. Не дает провести комбинацию. Но пока шагнем. Теперь что делать? Назад, видимо, придется идти. Так. Ну, если сыграть ладья e5, то король d4. А, нет, король d4. Ну, все равно сыграем все-таки король f3. И посмотрим, что там черные будут делать. В этом случае берут пешку. Ну, мы просто берем на d3. Если cd, то ладья b4. А если король отступает, то можно ладья c3 сыграть. Или ладья e5. Упустили здесь черные преимущества, как мне кажется. И теперь позиция выглядит очень даже равной. Пешка на d3 ослаблена. Теперь главное не пустить короля к этой пешке. Отрезать по четвертому ряду. Ну, нападем заодно на пешку e6, чтобы ладью привязать к ней. Если g5, то g3 защищаем просто. Так, вот этого я не учел. Тут теперь ладья входит. Придется, наверное, королем идти на d2, что ли. Пешку-то никак защищать на поле h3. h4 ничего не дает. Потом ладья берет на h4 и на король e3. И в шахе то же самое получается. b4. Потом пешка на b4 будет нуждаться постоянно в защите. Мы играем король e3. Если ладья берет на h3, то король d2. Если ладья шахует по второму ряду, я просто забираю пешку на d3, потом на e6. Король заблаговременно защищает пешку на поле e6. Но все равно у белых большие шансы на ничью в этой позиции. Сейчас начинаем давать шахи или приставать к пешкам. Так, теперь на f7 пойдем. Должна здесь ничья быть в этой позиции. Главное аккуратно играть. Разменять одну из пешек. И ничья здесь должна быть. Теперь шаховать короля. Давать королю шахи. Повсеместно. Здесь я вот не помню точно. Можно и сзади, по-моему, давать королю шахи. И сбоку. Разницы, видимо, нет. Я уже подзабыл, как эти окончания играются. Так, мы дадим пока шахам. Посмотрим. Теперь отступим назад. Назад. Так, вот это я зря дал этот шах. Надо было все-таки... Надо было ладью на а4 поставить. Теперь что-то... Что-то я сыграл не то. Что-то сыграл абсолютно не то. Да. Теперь угрожают маты там. Если ладью закрываться, то есть разменный пешечный. Эншпиль выигран. А теперь просто черный тесняет короля моего. Непонятно, как держать пешку. Да, намудрил. Я подзабыл эти окончания. Придется после турнира повторить, как тут играть. Да, скорее всего, просто нужно было шахать по вертикали, а не по горизонтали. Пока пешка не дойдет до поля Е3. Ну, пока отрежем короля, чтобы он никуда не рыпался. Но, по-моему, здесь уже все. Тут как не ходи, постепенно черные должны выиграть это окончание. Вот пешка прошла на Е2. И теперь как-то они будут освобождать. Освобождаться от перекрытия линии. Скорее всего, шах просто черный могут дать. Там сыграть король f1, например. Нужно защититься от шаха этого по вертикали. Ну, теперь король может выйти. А, так еще, наверное, сильнее. Ну, и все. И пешка проходит ферзи. Король f3, король d2. Если ладья g2. Даже король d1. На король f3, король d1. И на ладья g1. И 1 ферзь. Ну, все. Тут уже надо сливать воду. Он даже король f1 пошел. Ну, пока нападем на мат. Может, черный пропустят. Так, черный не пропускаю. Ну, все. Надо сдаваться. Ферзя поставили. Да, отдал я ничейную позицию. Ну, что ж. Нужно помнить такие окончания. Так, я опускаюсь на пятое место. И встретимся уже в следующем туре. Итак, следующий тур. По очереди пятый. Мой противник. Мастер фиде. Шувалов Евгений. Рейтинг 2888. И нужно постараться сыграть с мастером спорта достойно. То есть, неплохо было бы ничью сделать. Но если удастся выиграть, это вообще будет мечта поэта. Итак, дебют рейтинг на доске. Я в таких системах вывожу слона на поле e5. То есть, ласкеровская расстановка. Ферзь b3. Напал на пешку. Это неприятный ход. Теперь мои пешки на ферзевом фланге испорчены. И с ними придется возиться. Защищать их. Смотреть, чтобы там конь нигде не влез. Сейчас у меня не на c7. Так, поставим пока слона на e7. И дальше можно рокировать. Угрожает вилка. Но можно просто конь a6 защититься от этой угрозы. И дальше идти в короткую сторону. Теперь неплохо будет линию c захватить мне. Конь d6 не страшно. Я ударю просто коня. Пусть там слон себе ездит по черным полям. Я этого не боюсь. Так, ну пока захватим открытую линию. И теперь нужен какой-то план обороны. Так, белые препятствуют прыжку коня на поле b4, видимо. И если сейчас белые походят в конь e5, будет вообще неприятная позиция у меня. Но я пока сыграю h6. Х6, чтобы была форточка у короля. И чтобы слону было куда при случае отходить. Белые тем временем захватывают пространство на ферзевом фланге. Мне бы неплохо несколько фигур разменять. Все-таки белые доминируют в этой позиции. Сыграем. Наверное, конь d7, чтобы не было хода конь e5. Потому что если конь встанет на поле e5, вытеснить его оттуда будет очень трудно. Белые тем временем хотят отыграть открытую линию c. Да, наверное, f6 не стоило ходить. Теперь белые угрожают взять на f5 и испортить мне пешки. Там пешка на d5 будет очень слабой. Все-таки стоило сыграть прежде слон g6 и только после этого ходить f6. И слон теперь не может отступать, так как будет удар на поле e6. Но с другой стороны пешка d5 должна упасть. Да, ошибка. Ошибку я допустил. Сыграем f6. Теперь как-то нужно обострять игру. Слон d6. Если взять слона, то конь там влезет туда, куда не нужно. Можно отступить на поле f8 слоном. И если белый разменяется на поле f8, я ударю конем на f8. И пешка на e6 будет защищена. Но другое дело, что белые при этом не обязаны обидеть на f8. Но все равно я так сыграю. Потому что другого не видно. Слон был под боем. Слон d8. Вообще печально ходить. Так. Да. И пешка e6 теперь должна упасть. Или они играют конь f5 и дальше f4. И пешку на d5 никак защищать. Или могут просто g4, как в партии. И позиция просто-напросто рассыпается. Как карточный домик. Ничего нет. Никаких комбинаций. Никаких острых вариантов. Никаких способов обострить борьбу. Теперь просто падает пешка на поле e6. А затем падает пешка на поле d5. Сыграем пока слоны f7. Белые играют надежно. Просто уводят коня. Дальше. Сыграем конь e5. Там может быть конь c6. Дальше. Если он разменяется на поле c6. То я выправлю пешечную структуру. И можно будет еще поиграть. А теперь после короля f8. Конь d6 что ли последует. И белые. Белые выигрывают борьбу за открытую линию c. На ладья b8 может последовать коне f7 и слон d5. А слон d5 нет. Там пешка закрывает дорогу слону. Не знаю куда эту ладью поставить. Отдавать линию не хочется. А выбора особого нет. Ужасная позиция. Конь на поле a6 расположен прям. Как Тараш говорил. Очень плохо. Дальше можно белым просто играть h3. f4. И с пешкой на d5 работать. Да. Так и играют белые. Нужно воспрепятствовать ходу f4. Хотя здесь есть конь f5. h5. Играем h4. Играем h4. Что теперь будет. Второй конь идет на f5 или что. Просто ладья c3. Слон е8. Я просто не знаю что играть. Хожу туда сюда. Конем некак выйти. Может быть белый разменяется здесь. Тогда можно будет играть. Но вряд ли они это сделают. Или конь b5 сыграет. Или конь f5. Размен белым абсолютно не нужен. Вот правильно. Конь f5. И теперь куда этого коня убирать. Там b5 угрожало. f4. И пешка на d5 валится. Просто все валится. Ну что ж. Не разобрался. Ход f6 был совершенно не к месту. Нужно было убрать все-таки. Слона пропустил я. Выпад коньен на поле d4. А здесь уже все. Так обновляем таблицу. И я опускаюсь на шестое место. На первом английский еж. На втором шахи мат орг. Ну и так далее. Начинается шестой тур. И мой противник шахи мат орг. Кандидат в мастера спорта. Рейтинг 2.355. Поаплодируем противнику. И посмотрим что разыграют белые на этот раз. Я уже оттянусь к пешке c7. И намерен ее поставить на поле c6. Как я и делал в предыдущих партиях. Играя черными. a3 это конечно оригинальный способ разыгрывания. Так. Ну если просто взять на e4. И получается каракан без пешки на d4. d3. Теперь можно сыграть конь d7. Потому что если сразу конь f6. То портится пешечная структура у черных. А теперь после конь d7 можно сыграть конь f6. И если конь поменяется. То я возьму конем. И у черных все прекрасно. Да. Грозит конь d6. Спортый мат. Но конечно мы такого зевать не будем. Слон у белых как-то не очень хорошо стоит. Можно теперь взять на e4. Или как-то слон g4 сыграть. Или что. Ладно. Там походим. Надежно рокируем. И дальше можно выскочить ферзю. Или можно взять на e4. Хорошая позиция я считаю у черных. То есть никаких проблем белые перед черными не поставили в дебюте. Можно напасть на пешку на поле b2. И на f2 заодно мы посматриваем. Там дальше можно либо конь c5 сыграть. Либо a5. Либо поставить ладью на поле d8. То есть у черных широкий выбор возможностей. Ладно. Уберем ладью. Из-под линии действия белопольного слона. c5 даже можно при случае сходить. Для того чтобы захватить центральное поле d4. Белые пока напали на ферзя. И мы можем или на a5 пойти. Или на c7. Там будет слона f4. Поэтому походим так. Опять напали на ферзя. Уграем ферзь b6. Неужели белые ничью хотят? Я не знаю. Неужели у них там все так хорошо в турнирах таблицах, что можно ничего делать? Я лично ничего не хочу. Мы этого не хотим. Так. Здесь уже где-то конь e4 может есть. Слон e4. Там слон c5 будет. Слон c5. Просто возьму слона и у меня пешка лишняя будет. Да. Да. Белые вовремя защитились. И тут конь на c4 хочет. Нужно уже меняться. Нужно меняться. Конь на c4 в любом случае, наверное, выпрыгнет. После d3 необходимо убирать слона. И потом конь прыгнет на c4. Если ферзь c7, там слон f4. А если ферзь h6, свяжем коня. Он может просто защититься от связки. Ходом там ладья e1 или даже b3. b3, b5. А, пешка на a3, если b3 сыграть, пешка на a3 упадет. Можно просто ладья e1 сыграть. И все. И все хорошо. Да, как-то у белых получше вдруг стало. Где-то я неточность допустил. Или даже несколько неточностей. Теперь как-то я не знаю. Пока ладья. d8 сыграем линию. d захватим. Там при случае можно конь b6. То есть на конь b6, конь e5 неприятно. Но с другой стороны, а что делать? Как-то нужно перестраиваться. Ладно, походим. Конь b6. Если конь e5, можно слоном на h7 уйти. И дальше поменять ферзей. И там можно будет даже конь d7 где-то сыграть. Так, белый разменивает ферзей. Пешечная структура у меня испортилась. Но я намерен там сыграть. При случае c4. А5, c3. То есть обострить борьбу на ферзевом фланге. И выровнять шансы. Все-таки белопольный слон белых заперт собственной пешкой. А также пешка e4 постоянно нуждается в защите. То есть он не может покинуть поле g2. Потому что там может слон e4 на это последовать. Белый предупреждает ход c4, видимо. Или ход коня a4. А мне нужно как-то коня вытеснить с поля e5. Вот он мне не нравится. Так, слон b6. Там пешка берется. Там я b5 сыграю. И потом, если конь защитит, я свяжу коня и заберу все-таки на c2. Все-таки пешка на c2 слабая. Нет, белые не точно сыграли. У них хоть и лишняя пешка, но позиция, по-моему, хуже. Пешка на e4 ослаблена. Пешка на c2 ослаблена. Там ладья сейчас заедет. Можно на a3 сразу взять. Или слон c5, или на a3. Я вот это думаю. Походим пока так. Хотя, наверное, лучше было сразу. А, на слона 3 там b4 было. Да, слона 3 не проходила. Да. Ну, сейчас я играю ладья d2 и начинаю заходить в обжорный ряд и забирать пешки белых. Вот это непонятно зачем. Хожу ладья d2, потом слон e3. Второй ладью я бью на c2. У ладья d8 можно. Да не, возьму на e3 и на c2. И у черных все просто замечательно. Так, это белый зевнули. Я сейчас играю ладья d2, слон e4. У меня лишняя фигура. Да, на... Наломали здесь белый ядров. Сначала была у них лучшая позиция, потом немного хуже. А теперь просто они прозевали эту комбинацию. Ну что же, бывает. Да. В слоне e4. Все-таки фигуры у меня нет лишней, но две лишние пешки. Этого должно быть достаточно для победы в партии. Уберем пока пешку с подбоя. И там можно сыграть b4 и приставать к пешке b3. Так, а здесь можно уже сыграть ладья b2, например. Если он возьмет на b4, я возьму на b3. У меня ладья как раз сзади пешки станет, как и положено. Если a4, то... Играя ладья b3, у меня по-прежнему две лишние пешки. Нет, все-таки пешкой взял. Шаг, уходим. И теперь, теперь. Как-то нужно надвигать пешки. Нужно проходную пешку как-то вести. А с чего начать, лучше трудно сказать. На g3 может взять. Да, почему бы и не взять на g3. Ну и пошли в ферзи. Еще пошли. Да, я при случае, даже если король как-то там умудрится подойти к пешке, могу ладью отдать. Забрать пешку на f4 и просто у меня будет целая армада лишних пешек на королевском фланге. Этот ход, мне кажется, даже упрощается дачу. Сейчас играю h3, h2 и ставлю ферзя. Ну так просто пошел. Что белым играть? Сдались. Итак, белые сдались. Я наконец-то одержал победу после двух поражений. И что у нас тут в турнирной таблице? Обновляем. И я хожу на второе место. Правда, еще некоторые партии играются. Ставлю видео на паузу. И встретимся в следующем туре. Итак, последний бой. Он трудный самый. Мне для того, чтобы зацепиться за тройку, необходимо одержать победу в этой партии. И постараемся сыграть хорошо и одержать победу. Так, ну мы походим, наверное, d4 первым ходом. Противник не аплодирует. Поехали, d4. Куни в 3. Новоиндийская защита будет? Нет. c5. Ну я играю e3. И там черные могут образовать изолятор. Но я люблю играть как против изолятора, так и за изолятор. Одна из излюбленнейших моих тем. Сейчас b6, конь c3. Поставлю слона на поле d3. Рокирую. Черные могут в принципе и не бить на поле d4. Но в этом случае получается классическая новоиндийская защита. Берут на d4. И теперь после d5 получается изолированная пешка на d4. После того, как черный, конечно, разменяется на поле c4. Здесь можно слон g5 или ладья e1. Слон g5 пока сыграем. Но ход h6 мне никогда не нравился в подобных структурах. Потому что там поле h7 ослаблено. И белые могут в дальнейшем выстроить батарею со слона и ферзя. Который будет нападать на пункт h7. Поэтому, когда я играю такие позиции черными, я все-таки пешку на h6 никогда не ставлю. Можно взять на d5 или ладья c1 сыграть. Да. И потом после размина на d5 отводим слона на b1. Ставим ферзя на d3. И нападаем на мат. Здесь черные могут h6 походить. Затем b5. Так, черные пока нападают на слона. Теперь можно либо на b3, либо на d3. На b3 все-таки поставим, чтобы там d5 при случае провести. Дальше можно ферзь d3 сыграть. А3 поставить слона на c2. Или через а2 слона перевести на поле b1. Черные пока связали коня моего. И d5 пока нет хода. А3 сыграем. Если она разменяется на поле c3, тогда уже не разменялся на поле c3. Так. Отведем слона и создадим угрозу. Или что тут? Так, d5 нет ухода. Ладно, отбираем слона и играем b4. Надежда на такую ловушку. Ну, я думаю, хорошая позиция у белых. Два слона. Сейчас я пешку на c4 поставлю. Так что здесь должно быть плюс-минус столбик. По идее. Играет c4, ферзь d3. Там при случае слона b1. Конь e5. И можно либо d5 прорывать, либо как-то пытаться мат поставить. Так, на c4 нужно, наверное, ходить. Или можно не ходить. Ладно, пошли. Если теперь слона h6. Ну, слона h6 без угроз. После размену на c4. Ферзь не может бить, поскольку ладья заберет на поле c4. А если сейчас конь e5 сыграть? Не особо хорошо. Конь e5. Там просто черные могут конь e5 взять. И никаких проблем. Так, ферзь f4. Да, этого хода я как-то не видел раньше. Теперь хотят испортить прикрытие короля. Испортить прическу на королевском фланге. Нападем пока, наверное, на ферзя. Но все равно даже со спорченными пешками на королевском фланге. Два слона белых. Это огромнейшая компенсация. Плюс там все время d5 будет. Ход. При случае. Так, здесь конь e5 есть у нас. Пешкой, конечно, мы не будем бить. Слоном нельзя, поскольку мат будет на поле g2. А ладьей, в принципе, можно и ударить. Там ничего я не зеваю после ладья e5. Похоже, что нет. Надо как-то мне d5 провести, для того, чтобы слоны задышали. Особенно слон, который находится на поле a2. Если мне удастся провести d5, то позиция моя будет очень хороша. Но правда, там если d5 проводить, то получаются массовые размены. И слон может, белопольный, погибнуть. Ладно. Походим f3. Прикроем поля e4 и g4 от возможных прыжков черного коня. Также определенную форточку для короля сделаем. Ладья под боем. Ладью нужно куда-то убирать. Пока нападем на ферзя. И теперь можно либо ладья e1, либо нападем на мат. Если g6, можно ладья h5, папежонить слегка. Хотя там на ладья h5 есть ферзь g7. Или даже король h7. И ничего страшного нет. Ну конечно, конь e5 нельзя брать, поскольку я сразу мат ставлю. Ход g6, по-моему, единственный. На ферзь g6 я забираю ферзя и потом беру на e6. Поэтому над чем думает черный, я не могу понять. А, вот так вот даже. Король хочет убежать. А если ферзь h7, король f8. Король становится на поле e7. Ферзя потом нужно убирать с подбоя ладьи. Не знаю, как-то нужно вскрывать позицию. Неплохо бы вскрыть линию e каким-то образом. Для того, чтобы потом шаг на h7 не был пустым звуком. Ладно, сыграем так пока. Да. И конь все поприкрывал. Ну ладно, сыграем слон e5. Все равно позиция белых, мне кажется, намного перспективней, нежели позиция черных. Конь расположен пассивно. Когда слоны стреляют на королевские фланги, где-то я должен поставить черным мат. Только вот где это сделать и каким образом, трудно сказать. Ладью можно на g3 нападать на пешку на поле g7. В черных уже время кончает. f6. f6. Но вступим слоном. Ух ты. e5. Вот это я пропустил, конечно. Да, пропустил такой удар. Теперь слон мой связан будет. И похоже, что черные раскрутились. И мало того, у них уже перевес. Пешка на c4 изолирована. Король прикрыт очень хорошо. Ладья вообще где-то моя не там, где надо стоит. Нужно теперь как-то консолидироваться. Уже атаки на короля, видимо, нет. И черные нападают на пешку на поле c4. Должно убрать, наверное, ферзя. Играем. Ферзь b3. Там же на d4 нет никакого удара. Три нападения на пункте c4. Е4. Ферзи f7. Времени уже мало куда тут ходить вообще. Так, пока напали. Ладья под боем. Назад. Ой-ё. Слон на d4. Зеванул. Зеванул слона на d4. Как же так. Да. Можно сказать. Все здесь уже. Здесь уже все. Была очень хорошая позиция. Нужно было доводить свой перевес до победы. Но начал как-то нервничать, зевать. И в цейкноте пораздывал все на свете. Так что у нас итоговая таблица. На первом месте английский еж. На втором бабай буриши. Но тут правда еще партия одна играется. Шахемат Орг играет против Гриценко Дмитрия. Шувалов Евгений на четвертом месте. Да по сути партия Шахемат Орг и Гриценко Дмитрия уже не повлияет на распределение призовых мест. Поскольку Шахемат в случае победы будет иметь. А хотя четыре с половиной очка. Там четыре с половиной. Возможно что и клинится борьбу за третье место. Шахемат Орг. У Дмитрия Гриценко как-то не пошла видимо игра. Да, так проигрывал много партий. Что ж закончился турнир. Первое место английский еж. Второе бабай буришин. Третье шахмат канал. Четвертое Шувала Евгений. Мастер спорта на четвертое место опустился. На пятом Шахемат Орг. На шестом Михайловский Вова. Я на седьмом месте. Ну и так дальше. Давидчик на восьмом. Кононов на девятом. На десятом мой обидчик по последней партии. Одиннадцатое место Гриценко Дмитрий. И на двенадцатом Ещенко. Ещенко. Что ж, если бы я победил в последнем туре, то было бы у меня четыре с половиной очка. Я мог бы побороться за третье место. Но я партию свою проиграл. Звернул там слона. 50% неплохой результат. Как для первого турнира шахматных видеоблогеров. Если это видео было для вас полезным, подписывайтесь на обновление канала. Ставьте лайки. И до скорых встреч.